Приветствую вас. Ваша основная проблема заключается в том, что вы пытаетесь перебарывать. То есть перебарывать, перебарывать и еще раз перебарывать. Вот это проблема ваша. Потому что перебарывать на самом деле ничего не надо. То есть, если мальчик 5 лет так делает и в детском саду тоже так делает, то говорят о том, что ему чего-то не хватает. Говорят о том, что он чего-то недополучает. А ты говоришь о том, что он в чем-то нуждает. Ты говоришь о том, что ему что-то нужно. Давайте сказать что. Вот и все. Перебарывать ничего не нужно. Вы предлагаете, что сделать. Вы предлагаете, ну по факту. По факту вы предлагаете. Сделать. Сделать. Значит. Сделать. Так, чтобы он. Вообще. Ну совершенно. Совсем. Как бы не проявлял. Свои чувства. Сделать. Ну по сути. Как это, как это вот мне видеть. Ага. Как бы это, ну не работает так. Потому что, если же человек так поступает. Значит ему чего-то хочет. Понимаете. Вот. По факту, мне кажется, что именно отказ. От того, чтобы перебаривать какие-то вещи. Именно отказ от этого. Отказ от того, чтобы перебаривать какие-то вещи. Ну и является самым важным. Дальше. Значит. Второе на что хочу обратить ваше внимание. Тот, что ребенок в детском саду. То есть. Если раньше. Как мой коллега сказал. Правильно. Ему. Хватало. Внимания. Вашего. И детский сад не был для него. Серьезной проблемой. Что. Сейчас. Находясь в детском саду. Он явно чувствует себя бросенным. Ну. Вот так. По крайней мере. Мне. Видится. И. Так. По крайней мере. Мне. Представляется этот момент. И. Очень важно. Чтобы. Возможно. Ребенку. Вы. Из детского сада. Может быть. Забрали. Чтобы больше времени. Проводил саду. Вот. А. Мне. Так. По крайней мере. Видеть. Эта ситуация. А. Мне. Видеться. С. Такой. Момент. Меня. Видеться. Такой момент. Мне. Видеться. Такой. корректный, наиболее правильный, наиболее адекватный. Вот. Понимаете? И, соответственно, узнать, уточнить у него же, у ребенка, почему он так стал забявистый, ну, то есть, вы же не думаете, да, что он случайно, случайно начал себя так вести. На мой взгляд, вы не можете так думать, что он так начал себя вести случайно, то есть, есть какие-то для этого причины. Вот, соответственно, на это вам и нужно обратить внимание. То есть, поговорить с ним, с одной стороны, с другой стороны, повыражать свои чувства относительно того, что вы чувствуете по поводу этой ситуации с его сестрой. Вот. и так далее. То есть, это все очень важная история, на мой взгляд. Все это очень важная история. По-настоящему важная и по-настоящему значимо ругать или, там, по-доброму уговаривать, при этом ничего не давая и ничего не меняя в своем поведении и в отношении с ним, да, это, по сути, тактика абсолютно тупиковая, потому что она, ну, ничего хорошего не принесет и не даст. Вот. Отказывать из-за этой позиции перебарывания и не нужно ничего перебарывать. Вот. Идеально было бы, если, вот, вы, например, своему ребенку, да, будете давать возможность ухаживать, или, ну, ухаживать, да, приглядывать за сестрой. Вот. Ну, своей. Потому что он сейчас думает, что вы просто, вот, ну, просто, ее любите больше, чем, чем, чем его. И, собственно, именно поэтому он так реагирует, как бы. Вот. Вот. И все, и здесь, вот, эээ, такая, такая, статия, такой аспект здесь, на самом, на самом-то деле. Вот. Ну, вот, в принципе, так, я думаю, можно вам ответить. Эээ, можно почитать эээ, книгу Юлии Борисовны Гиббинрейтер гиббинрейтер общаться с ребенком, как ее можно скачать в интернете. Вот. Почитайте, там написано, как себя вести с ребенком, как лучше ребенка понимать. Там это описано, подписано подробно. Вот. Но, в целом, это, конечно, ваша такая психологическая позиция или ваша, может быть, экзистенциальная позиция по поводу того, что нужно что-то перебарывать. Это я вижу основную проблему, потому что перебарывать значит подавлять свои чувства, подавлять свои чувства, значит быть не свободным. Ребенку это не нравится, ребенок против этого протестует. Вот. Вот, в принципе, такой ответ. Надеюсь, что помог вам. У меня, конечно, есть вопрос о том, как вы, например, ожидали, что мы поможем разрешить вашу ситуацию вот так вот по одному короткому вопросу, который вы задали. То есть у меня есть к вам вопросы по этому поводу тоже. Но я думаю, что этот вопрос, если захотите, вы проясните. Вот. Пока что так. То есть на данный момент ситуация, на мой взгляд, определяется тем, что у вас неверное восприятие своих детей. Вот. И убеждение, что сын должен спокойно воспринимать тот факт, что у него появилась сестра и, по сути, конкурент, который отбирает ваше внимание. Ну вот, тут, конечно, вы, как сказать, тут вы не донесли до него, не донесли до него, что сестра значит. И он оказался не готов просто к тому, что сестра появится, да, и как бы ему будет меньше внимания уделять. Вот многие дети хотят, младшие братики, сестры и так далее. Но они, оказывается, не готовы, когда они-то думают, что им будет также внимание уделять, а это, что нет, что не так. Вот. Это, к сожалению, очень усложняет дело. Вот. Может быть, у ребенка изначально были проблемы с коммуникацией, может быть, он хотел братика, значит, когда понял, что будет сестра, возможно, испытал разочарование. Вот. То есть это тот же вариант, хотя и куда менее вероятный, на мой взгляд, по крайней мере. Вот. Но, тем не менее, так. Тем не менее, так. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку. Буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделает его лучшим. А я желаю вам всего самого доброго и удачи.